Вода в Каме нагрелась до 20 градусов Цельсия. Для некоторых челнинцев этого вполне достаточно, чтобы прогуляться к реке и искупаться. Несмотря на то, что сегодня рабочий день, инспекторы по маломерным судам были уверены, что в полдень на несанкционированных пляжах найдутся отдыхающие. В этом убедилась и наша съемочная группа. Уважаемые родители, будьте внимательны, не упускайте своих детей из виду, не заходите в воду в состоянии отобойного обвинения. Инспектор может только предупредить. Безопасность отдыхающих прежде всего в их собственных руках. Все, что могут сделать инспекторы, постоянно напоминать отдыхающим о правилах безопасного поведения во время купания. Карать тех, кто о них забыл штрафами, они не имеют права. В районе яхт-клуба «Навигатор», то есть местное население, которое живет в районе 44-45 комплексов, в основном приходят вот сюда купаться. Но сегодня, видите, погода не очень благоприятна, но тем не менее, люди есть. Маншрут не меняется годами. Берег Кама за 48-м комплексом, так называемые «Три сосны», заехт-клубом «Навигатор», бывшая лодочная станция «Маяк» и несанкционированный пляж в поселке ГЭС. Кому куда ближе, городской пляж посещать не всем удобно. Но там есть спасатели. Они помогут в случае беды, которая может постичь даже хорошего пловца. Ведь те, кто совсем не умеет плавать, не лезут в воду, считают инспекторы. На сегодняшний день пока все у нас хорошо. Происшествий у нас на водных объектах нет. Но по республике уже имеются факты утопления детей. То есть это только вина родителей, которые не уследили за своими детьми. Лето только началось. Впереди три месяца купального сезона. Инспекторы ГИМС, конечно же, продолжат пропаганду безопасного поведения на воде. Но в прошлом году в водоемах города и Тукаевского района погибло 15 человек. Из них три ребенка. Егор Орлов, Ильнар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.